Девушки отдыхают С Новым Годом число фанатов этой игровой серии растет буквально на дрожжах И во многом именно серия Total War считается чуть ли не последним из магикан в стратегическом жанре и двигает рынок PC игр вперед Серия Total War позволила нам окунуться практически во все временные промежутки истории существования человечества Начиная с древней античности, когда мы вводили за собой именные легионы Окунались в мрачную атмосферу темного европейского средневековья Были в средневековой Японии эпохи Сингоку-Дзидай, валющих провинций Открывали новые территории в эпоху великих колониальных открытий И в конце концов были свидетелями эпохи заката самураев во второй половине 19 века Пожалуй, ни одна стратегическая игра больше не могла так погрузить игрока в тот временной период, о котором, собственно говоря, и рассказывает данная игра И вот, в преддверии выхода самой ожидаемой части серии Total War, RIM 2, мы решили показать вашему вниманию некую ретроспективу истории как игровой серии Total War, так и самой студии разработчика Creative Assembly Надеюсь, вам будет интересно и приятного просмотра Водушевленные удачным стартом Сёгун Total War, разработчики из Creative Assembly, вскоре после выхода их нового проекта, не задумываясь, принялись за продолжение Правда, с некоторыми изменениями Несмотря на то, что сами разработчики были рады, каким тиражом продался их первенец, а Сёгун продался больше тиражом, чем все их предыдущие спортивные симуляторы вместе взятые Издатель в лице Electronic Arts не разделял их оптимизма и рассчитывал на большие продажи В итоге стороны решили, что лучше им идти каждому по своему пути Electronic Arts, несмотря на довольно удачный эксперимент креативщиков, во-первых, боялась экономических рисков В связи с запуском нового, никому не известного доселе франчайза, да еще и в узкой ниши кибридного жанра А во-вторых, как раз таки хотела видеть разработчиков именно как создателей бесконечных подделок на ниве спортивных симуляторов Да, пусть продажи будут небольшие, зато стабильные Само собой, Creative Assembly, которые после выхода Second Total War почувствовали в себе потенциал к большему и творческую свободу Возвращаться обратно в кабалу создания спортивных симуляторов явно не хотели Поэтому стороны обоюдно расторгли все договоренности после выхода аддона Mongol Invasion И пока следующий проект находился в активной стадии разработки Creative Assembly тем временем не менее активно искали нового издателя И вот спустя небольшой промежуток времени он нашелся На этот раз им стало издательство Activision Официальный анонс Medieval Total War состоялся 3 августа 2001 года Всего через несколько дней вышел аддон для Сёгун Total War Mongol Invasion Однако первоначально проект анонсировали под рабочим названием Crusader Total War Креативный директор Creative Assembly Майкл Деплаттер в своем интервью заметил Мы никогда не были уверены в названии Crusader на 100% Оно не охватывает весь спектр или богатое разнообразие игры Выбор средневековья произошел потому, что оно идеально подходило для выбранного нами направления геймплея Мы хотели иметь большие замки и зрелищные осады Именно из-за этого вскоре было решено поменять название на Medieval Total War Так как оно более четко отражает суть игры До релиза дизайнер Мак Брантон написал, что осады были одним из важнейших добавлений в серию Total War Объясняя это тем, что из-за этого повысился предел войск, доступный в игре Чтобы повысить достоверность, был изучен период средневековья И добавлены такие аспекты, как убийства и исторические персонажи Для реалистичности лидеров была добавлена система пороков и добродетелей Итак, анонсированная в августе 2001 года игра поступила в продажу в Северной Америке 20 августа 2002 года А в Европе 30 августа 2002 года, спустя год после анонса Подобность Оган Total War, Medieval Total War представлял собой соединение пошаговой глобальной стратегии с тактическими боями в реальном времени В ней игрок создает династическую империю в средневековой Европе, Северной Африке или на Ближнем Востоке В период с 1087 по 1453 годы Для становления своего королевства игрок волен применять военное дело, религию и политику Как и в предыдущей игре серии, в Medieval есть два режима Первый – это пошаговая кампания, разворачивающаяся на глобальной игровой карте На ней пользователь может передвигать армии между провинциями, управлять своими агентами Сар-шпион или наемный убийца, также дипломатии, религии, а также заниматься другими задачами на благо своей фракции Сражение в реальном времени, где игрок руководит своими войсками на поле боя и во время осады Стратегическая часть игры делит игровой мир между 20 фракциями, из которых игроку доступно лишь 12 Размер территории первоначально подконтрольной фракцией зависит от временного периода В игре их три Они отображают историческое и технологическое состояние своего времени К примеру, ранний период начинался с 1087 года Лысокий – 1205 и поздний – 1321 год К доступным игроку фракциям относятся крупнейшие страны того времени К примеру, Аль-Махады, Королевство Англия, Византийская империя, Египет, Священная Римская империя и так далее Некоторые фракции, такие как Золотая Орда или Бургундия, возникают в ходе игры, согласно историческим событиям Эти фракции, а также несколько других, недоступны для игрока, хотя появляются с началом игровой кампании В Medieval Total War существует режим исторической кампании и битвы Первый дозволяет игроку участвовать в серии знаменитых средневековых битв, произошедших в Столетней войне, крестовых походах и других Конфликтах, управляя армиями известных исторических персонажей К примеру, Фридриха Барбароссы Одиночные исторические сражения позволяют игроку возглавить армию в изолированной схватке Например, войск Уильяма Уоллеса в битве на Стерлингском мосту Во время сражения пользователь управляет средневековой армией, состоящей из различных воинских отрядов со своими преимуществами и недостатками Игроки должны применять военные приемы того времени, используя исторические боевые формации для обретения преимущества в сватках Все юниты в игре получают опыт, повышающий урон в бою В сражениях местность зависит от провинции Всего в игре присутствует около 400 уникальных карт Климат, здания и окружающее пространство варьируются в зависимости от типа мира Например, на Ближнем Востоке сухой климат Земля покрыта песком, а здания построены в традициях ислама Осады являются важнейшей частью серии Total War И происходят при попытке атакующей армии уничтожить противника, чьи воины отступили в провинциальный замок Победа здесь достигается, когда атакующие, преодолев стены, уничтожили вражеские отряды Каждый отряд имеет мораль, которая повышается при благоприятном исходе боя И понижается при обратном развитии событий К примеру, если на отряд напали с тыла, окружили, а также при высоких потерях и гибели командира Кроме этого, в битвах можно захватывать пленных, которых по окончании боя можно казнить или продать за выкуп их родной фракции В общем и целом, Medieval Total War внешне мало чем отличалась от Сёган Разве что стратегическая карта включала в себя всю Европу, часть России примерно до Урала и Северную Африку с Ближним Востоком Но смена временного периода принесла с собой множество не столь заметных, но важных изменений Прежде всего, разнообразие наций и стартовых условий Вместо одинаковых типов войск у каждой страны было множество уникальных подразделений, что заставляло серьезно продумывать тактику К примеру, арабские шейхи делали ставку на конных лучников Европейские короли на тяжелую пехоту и рыцарей Армии Византии и Руси объединяли черты и тех, и других Различие трех мировых культур вообще проходило красной нитью через всю игру Захватывая мусульманские земли, игрок встречал не только военное сопротивление, но и крайнюю неприязнь населения и постоянные бунты в покоренных городах Помогало не столь наличие крупных карнизонов, сколько миссионерская деятельность Строительство церквей потихоньку повышало число добрых католиков и православных В провинциях и народный гнев стихал, но зато соседи могли объявить джихад против оккупанта и натравить на него толпы фанатиков Европейские же страны отвечали на это крестовыми походами, а в определенный момент из восточных степей приходили язычники-монголы и вообще резали всех без разбора Ватикан был представлен отдельным королевством под управлением искусственного интеллекта И Папа Римский выступал вроде этакого средневекового ООН Всячески порицал войны между христианами, а особо не уходивших монархов мог и отлучить Давая тем самым право всем соседям безнаказанно разорять земли отступника Впрочем, главное новшество Medieval заключалось в другом Возможность творить свою историю Конечно, соперничество японских феодалов интересно как экзотика Но особого сопереживания у западного игрока не вызывало Теперь же все стало куда более личным Отомстить англичанам за Азинкуру, спасти Константинополь от разграбления Утереть нос Чингисхану, отстоять владения мавров в Испании Или, если уж рассматривать фантастические варианты, сделать из Сицилии сверхдержаву Три временных периода на выбор при начале новой кампании различались лишь стартовыми условиями Изобрели уже порох или нет Насколько плохи дела Византийской империи Отгремела ли Столетняя война Все остальное давалось на откуп игроку Обстановка в мире менялась непредсказуемой И все прохождения кампании получались разными Полководцы обрели большую индивидуальность У каждого появился набор пороков и благодетелей Меняющихся в зависимости от его карьеры Отправленный губернатором в глухую провинцию Военачальник со временем заплывал жирком Спивался и начинал подворовывать из казны Но стоило отправить его на передовую И он становился отличником боевой и политической подготовки Технически это выражалось в виде бонусов и пенальти к характеристикам Что в свою очередь влияло на боеспособность войск под его началом Особенно отличившегося генерала можно было жаловать титулом А то и выдать за него дочурку-принцессу Тем самым повышая лояльность вассала И снижая вероятность его подкупа Вместе с армией вражескими агентами Впрочем, выгоднее было организовать династический брак С принцем из соседнего королевства А потом при помощи наемных убийц вырезать всю семью новоявленных Родственников и предъявить права на трон Она представляла скопища разных племен Сражающихся между собой и со скандинавскими налетчиками В аддоне также было введено весьма полезное новшество Возможность оценить силы врага перед сражением И распределить порядок поступления Подкрепление, чего сильно не хватало бы в оригинале В итоге и оригинал, и аддон был принят на ура Всем игровым сообществом А продажи оказались еще более успешными Чем те, которые показал первый Сегун Игру ждал, помимо высоких оценок в прессе И коммерческий успех Что однозначно порадовало боссов из Activision А The Creative Assembly заставило еще больше поверить в себя Средний балл на метакритике был на уровне 88 баллов из 100 Из недостатков в основном указывали на устаревшую визуальную часть И графический движок Который остался по наследству от первого Сегуна с минимальными изменениями Действительно, к 2002 году мир уже насытился стратегиями в полном 3D Взять, к примеру, тот же Warcraft 3 Battle Realms или Emperor Battle for Doom Тем не менее, все понимали, что эти приведенные игры Для сравнения, типичные представители жанра RTS В то время как Medieval Total War Оставался единственным представителем смешанных жанров пошаговых стратегий И стратегий в реальном времени За это игре прощали многие технические недоработки И устаревшую визуальную часть Многие западные издания провозглашали Medieval Total War Стратегии года Самой инновационной игрой нового тысячелетия А PC-геймер United Kingdom даже провозгласил Medieval Total War игрой года Надо ли говорить, что после всего этого Разработчики прежде всего возвысились в своих собственных глазах А уж про общественное признание как со стороны коллег Так и со стороны геймеров и говорить не приходится Однако до настоящего своего звездного часа И создания лучшей, по мнению большинства фанатов, игры в серии The Creative Assembly не хватало еще одного шага Для того, чтобы взойти на игровой Олимп И обрести миллионы фанатов по всему земному шару А также утопать в море из зеленых бумажек прибыли Им необходимо было перенести следующую игру в полное 3D И перенести место действия в античность Субтитры создавал DimaTorzok